итак друзья всем привет смотрим в кадр видим пусто почему потому что объект съемки на руках хочу сказать свое мнение точнее рассказать но грубо говоря сделать обзорчик первое часы вроде бы и kg давлением всеми кучами там медицинских функций в офигенном корпусе на ощупь он такой гладенький приятненький они компактные у них кнопка сенсорная является единственным органом управления больше вообще ничего только эта сенсорная кнопка ну а теперь немножечко минус попробую поймать солнце чтобы увидели короче царапается стеклышко все-таки мелкие царапины получает да они маленькие кто-то скажет о поймал по моему но все-таки они есть то есть если я даже сейчас зачищу все часы то мы все равно увидим что царапины есть сейчас опять поймаю 3 опа видите да сколько мелких царапок то есть новыми эти часы уже не назвать но сразу скажу я в них и поработать успел еще всякое короче живут они уже по дня три или четыре все еще говорят что половина батарейки на борту яркость сразу скажу выставил конечно же небольшую там половинка по моему не больше куча функций отслеживание сна и так далее как бы все этому способствует но я уже у нас яркость то вот а даже меньше половины последний момент вот половина ладно суть мое мнение часы как таковые прикольно что мне не понравилось по сравнению например с бипами нет погоды ну и не постоянное отображение нужно либо нажать либо вот так руку повернуть что мне понравилось то что в наличии реальная кгшка которая вроде как работает не скажу что супер точная но она есть то есть при кг вот так вот пальцами прижимаем часы к руке и она начинает замереть ну и как любой человек знает кто который с этим связан если болтать у вас получается вот такая вот обракатабра на экране болтать не при кгшки нельзя но по крайней мере он замечает я как бы пульс нет не пульс кардиограмма явно меняется зависимости от того на кого мы часа одевали есть и же и конкретный минус на жене он не видит вообще ничего просто такая практически прямая линия мелко прерывистая хотя у жены на нормальном медицинском аппарате все-таки кгшка снимается нормально то есть ограничения какие-то есть но и напоминаю производителям написано что здесь данные относительные относительно меняли вас то есть не является медицинским прибором это только является как бы предупреждением то есть по ним вы можете увидеть что у вас что-то не то и тогда нужно достать нормальный прибор и померить вот так у нас переключаются табло или как скины скажем так от часиков длительное удержание сначала зажигаем чтобы дошло до экрана с циферблатом потом нажимаем и держим и циклически меняются три циферблата на выбор мне этот вот больше всего нравится на нем по-русски отображена день недели ну и число дата вот кстати не написано но неважно тут же отображено сколько вы калорий сожгли какой у вас был последний пульс сколько шагов прошли ладно следующий экран это у нас деятельность попробуем что-нибудь тут изменить ничего у нас на нем не меняется отображает сколько мы прошли шагов расстояние сожгли калорий следующий экран это у нас замер пульса но вот тут вот кстати есть одна вещь необычная потом когда будем изучать программу еще раз упомяну меряет он как бы от всего чего хочет пульс то есть если его приложить к себе то он начинает мерить вот правильно да пошли меня бипа тоже в районе 70 всегда показывают от пальца почему-то всегда 67 68 если на руку положу то 72 73 ну типа до пальца дольше доходит что ли не знаю сейчас вообще меньше нарисовал но тут же и косяк то что он свободно меряет и на столе но на показывает очень много в программе я потом объясню почему надеюсь не забуду то есть вот мы кладем на стол он сейчас равно тоже намеряет до половины доходит и начинает показывать опа соточка то есть у стола пульс больше чем положено но как только мы его берем в руки он приближается к норме в итоге нормально ли он меряет пульс в данном режиме я не знаю следующий режим это якобы замер давления опять же непонятно правильно он работает или нет но опять же еще раз скажу он замечает легко на кому надет то есть на детях он у меня рисует давление всегда больше на мне меньше причем моё сдвинутое то что у меня чуть-чуть разница не 20 какой и 40 зависит как положено 45 50 у меня это с детства такое ну ладно вот он замерил третий режим и кг-шка я при вас и и сейчас уже записал запускал но более правильно она запускается уже из приложения поэтому потом про это скажу отдельно дальше режим сна он сам запоминает ничего запускать не надо он замеряет сколько вы спали потом вот весь день светит в последний сон кстати если удержание кнопки нажать что будет а ничего не будет я думашки хитрые настройки всплывут за три дня напоминаю как бы все идеально проверить не мог но люди уже ждут следующие это эсэмэски ну и входящие всякие оповещения сообщения которые можно листать кнопочкой вызываются вы видели удержанием ладно выходим следующее это спортивный режим нажимаем и он начинает замерять ходьбу но он видит что я не пошел поэтому он молчит альпинизм а понятно удержанием еще запустить это велик игра в пинг-понг баскетбол бадминтон футбол то есть попробуем запустить так бег не пойдет ходьба и запускаем вот он вибрирует два раза и все пошла тренировка типа удержанием наверное мы его и выключим точно обнуляется коротким нажатием но и циклический меняется все следующий экран яркость уже видели длительным удержанием входим коротким меняем длительным опять же подтверждаем и выходим после яркости идет найти телефон нажимаем и держим телефон должен начать орать вот он меня вибрировать начинает сразу так мы его нашли он повибрировал только не знаю смысл от вибрации как вы услышите если у вас далеко телефон валяется нет конечно еще вопрос может он должен быть типа не заблокированный сейчас второй раз нажму извините нет только вибрация но на их совести но и следующая кнопка выключить больше ничего нет там же где экран выключения там информация прошивки сейчас мы пойдем все-таки к программе на смартфоне вот это будет уже интересней так первое как она называется вверх и hard hard забыл как произносится неважно качаем с маркета в нем тоже есть режимы спорта так одну лампу врубаю опа подтвердить даже обновление прилетело необычно первый раз за одной посмотрим как обновляется эта программка ладно а пока по звездю порассказываю если мы отсюда запускаем замеры кг то он замеряет по-другому он дает паузу отфильтровывать сначала шумы от того как вы пристраиваете пальцы то есть у вас на этом 4 или 5 секунд потом замеряет и кг дает советы по вашему здоровью какой-то ну как он это называет и потом дает полный график как медики говорят грубо говоря пленку дает мне жена так говорит все время ругаюсь не пленка бумажку но ладно после этого в принципе как кардиограмма моя похоже на мою же от прибора но конечно же не идеально видно что все-таки аппаратик маленький и контакты у него расположены несколько не так как положено поэтому данные само собой приблизительные но когда жена пришла вся на нервах мы на нее этот прибор одели он один раз только показал на ней данные и пики были такие что капец она сказала глядя на свою кардиограмму что судя по этому похожим перед инфарктное состояние посмеялась но забили на это дело успокоилась замерили и там мы поняли что больше он ее не видит вообще и кг шик просто потом не было на детях когда они набегавшиеся кг-шка была бешеная когда они болтали становилось еще интересней когда получили по башке и сидели спокойно и кг шло с нормальными пиками и все такое я в этом не спец поэтому точно не скажу но выглядело более симметрично и более похоже на то что у них на самом деле в кг-шке есть благо мы недавно мерили я помню как это выглядело когда с аппарата данные шли так что еще когда мы отсюда же запускаем замер пульса он тоже меряет это через датчика кг-шника и там данные уже правильные то есть когда мы меряем и кг он меряет и пульс и давление и это он все идет уже берет по электродам зеленый огонек мигает там или нет я не обращал внимание но если палец убрать электрода данные пропадали поэтому там уже все завязано несколько на другом датчике поэтому работает все более правильно почему я и говорил что все относительно вот в этом режиме вот он бредятину вроде несет да а через приложение умеет и пульс и давление замерять уже через электроды как он это делает я опять же не знаю но суть в том что данные уже были более близки к правильным в приложении он также отображает и заряд устройства он мне пишет что за эти почти четыре дня он сожрал полбанки то есть рассчитываем что в нормальном режиме связки с телефоном он будет жрать получается где-то банку за неделю но может быть не за восемь это если кто хочет купить такие часики далее заряжался он током 08-015 колебалась зависимости от того сколько заряда чем ближе к финалу тем ближе как бы к низу понижался ток заряда ел довольно таки долго то есть часа полтора-два его заряжал но опять же это все будет потом уточнено поскольку я их еще планирую недельку поносить разрядить полностью зарядить полностью замерить объем банки поскольку китайцы пишут конечно что там 200 но черт я знает вдруг урод так что еще будильник у них веселый будильник говорит так и все то есть на будильник этих часов я последнее время честно говоря не рассчитываю потому что меня это не будет поэтому меня в данный момент пока работает будильник с телефона на это я просыпаюсь зато радует что есть режим ночного бездействия то есть ночью экран не загорается то есть так у нас часа загораются при повороте должны по крайней мере были ты вот то есть они видим циклично 1 2 должны сделать а на ночь это отключается то есть с 22 до 8 что ли не помню там в настройках это все указано он не обращает внимание на датчик положения пространстве и не зажигает яркость но с этим пропал еще один прикол будильник перестал бы закать вообще может быть от конечно повезло может быть час при обновлении прошивки уйдет но она была то есть в этот день меня будильник вообще не сработал когда я поставил такой режим поэтому я от греха это время тишины убрал и тогда у меня все работает но надеюсь что сейчас как раз летит обнова который это все починит и как говорится если это все починится будет следующее видео типа эти же часы но на новой прошивке спаде ладно жду пока обновиться до конца продолжил уже после паузы но сейчас мы посмотрим это только программа обновиться или на часы тоже что нибудь закинут нормальненько программа типа сдохла ну по моему на часы ничего не сбылось но тогда я не знаю что-нибудь тут обновиться или нет в общем ладно пока вы видите да то что я залезаю открываю молча я думаю все сами догадаются что это обозначает я просто покажу вот заряд половинка банки так она жужжать начало нашли мы тебя нашли друзья функция не настроена тут можно добавлять друзей с таким же устройством кого стоит эта же программа и соревноваться так вот что я говорил про приложение это приложение оно может доводить эти часы до нормы если вы имеете вот почитайте если вы знаете грубо говоря свои данные вы можете с помощью вот этого утилитки подкалибровать аппарат так что он будет показывать именно ваши данные будут более точный сейчас он как бы точностью особо не обладает как вы уже надеюсь слышали в начале ролика то есть можно откалибровать да то есть как вы знаете свои параметры можно ввести свои параметры и ему дать их увидеть потом и он как бы откалибрует свою систему то есть сдвинет не знаю как сказать тайминги что ли свои ну короче он будет вводить поправочки зная то сколько у вас по вашему мнению и сколько он у вас увидел он сдвинет шкалу и следующий раз уже с этими поправками будет показывать данные то есть это еще больше приблизиться к медицинскому но само собой неправильное расположение контактов не даст идеального параметра работы он может вспомнить ваши пульсы какие были когда может давление показать опять же вот что у вас там было в виде графика но и и к грешка вот с к грешкой все намного интересней вот он может ее воспроизвести как он это сейчас видел то что мы с вами делали да вот когда пульс учащенный так это он уже забыл ладно видимо на многое памяти не хватает ну а может делать вот такой вот отчет то что я говорил ну как медики говорят в виде нормальной пленки и ежи можно еще и отослать кому-либо вот в виде файла как он там называется то охрен его знает ладно пдф короче как они его по-моему называют я забыл ну а есть вот такая вот бредятина где он текстом пишет свои пожелания зависимости от того какие у вас были параметры в замерах вот такая вот основная часть этих часов за что мы платим большие деньги поскольку напоминаю что такие же часы но без этого кг можно купить за ты еще не тоже мне очень понравились есть другая модель на канале в этих добавлены кг они стоили уже 1800 то есть 800 рублей за вот эту систему с этими контактами которые за счет этих контактов замеряя давление но и кстати замечу как нужно мерить так например измерение кг нет не здесь вот здесь измерение мы должны положить их как обычно или одеть это уже неважно когда я мерил детям им просто ложил они могут быть и одеты на руку а далее ваша единственная проблема нужно придавить раз и нажать на контакт 2 и при этом не касаться одной руки вот второй то есть вот этого соприкосновения быть не должно на кухне сделал просто я положил силиконовые подкладки что ли они у нас ой салфетки короче на стол но здесь не знаю он макулатуру положу для чего для удобства чтобы с рукой все было хорошо ну и сейчас мы посмотрим как это будет выглядеть сейчас куда-нибудь помещу телефон чтобы все видно было ухты же приложение закрыл вот сейчас помещу так чтобы блин да что все разваливается чтобы это все видели это лишнее значит нет это я коснусь тогда сейчас мы раскроем превратим в такой вот вот тогда точно не коснусь смогу прижать ну и нажимаем измерение сейчас поближе подвину чтобы видели как это все там будет дергаться подтвердить и кладу руку так почему а за на забыл нажать начать измерение и кладу руку и расслабляю вот теперь можно почитать эту билибердистику которым там написал если у вас есть к этому желание мне обычно такого желания нет вот сборный калаш и то что я говорил потому что он по контактам меряет все более точно вот эти вот данные по крайней мере с велотренажером у меня всяко сходится то есть я про пульс давление но она у меня примерно такое всегда есть пока я в нормальном состоянии когда я болел он не рисовал совсем другие цифры так что я давлению верю хотя я не понимаю почему он же положенный просто на стол тоже показывает какое-то давление но правда звездолетное там 180 на сколько-то видимо все таки связано с тем что он как-то откалиброванно работает то есть он сравнивает отличие от какой-то нормы видимо столом у него отличается на другую величину поэтому давление у стола он тоже показывает но а может быть связано именно с тем что в том режиме он мерил вот эту зеленой фигню я сейчас мерил через контакты не знаю я не медик поэтому рассказывают как вижу подтвердить так теперь возвращаемся в кгшку последний отчет и вот в начале то что было пока я пристраивался потом он стабилизировался и вот пошла и кг это все можно вот таким вот образом отослать в виде файла файла кому-либо из контакта или вообще на почту и куда угодно он просто отошлет pdf файл то есть в принципе удобно если бы еще точность была звездолетная было бы вообще здорово но само собой тут медики спросят если куда подсоединить контакты конечно же нету часы как бы водонепроницаемые ну и теперь он под финал точность часов спрашивать не нужно потому что они с телефона все берут постоянно синхронизирует и подстраивают вот однепроницаемость проверено был под краном но напоминаем вот эта кнопочка она емкостная управление часа часами идет емкостью емкость есть и в воде поэтому в воде у них начинает ехать крыши поэтому подмыть их под краном можно но находить нет держать их под водой и в этом режиме как бы использовать будет просто нереально то есть если вы решите в них поплавать то они запишут полную хрень и я думаю за счет того что вы контакты еще будете закорачивать чьи батарейку начнут быстро жрать может поэтому меня и улетела кстати большая часть батареи потому что я в воде попробовал с ними поиграться но главное что они живы ну и под финал визуальный осмотр что у нас на самом деле пострадало что выжило после носки три дня с половиной использование их на работе я долбил очень много я был весь в грязи в пыли потом отмывался по полностью вместе с часами повреждение на корпусе по моему нулевые загрязнение на стекле в наличии стеклышки вот этого датчика контакты в норме которые для зарядки сейчас попробую стекло от отрется начисто или нет да по моему она начисто ушло сейчас до конца это все испарится вот эта вот жидкость и будет все идеально чисто так что корпус сзади не реагирует на какие-либо там загрязнения ну или механические слабые воздействия но само собой со временем думаю стеклышка все равно расцарапается но это все мелочи если часы стоят 1800 и они вам реально нужны то я думаю 1800 раз в год заново потратить я думаю несложно хотя нет если приглядеться небольшие есть какие-то коцки на ну и на ощупь я не знаю стекло это или пластмасса можете не спрашивать сейчас попробовал опа ты его еще и включил ну вот далее браслет я уже в распаковке показывал вынимается и вставляется вот таким вот методом то есть можно на обычной палочке а можно вот это вот придуманную некогда по моему сяоми но не гарантирую кто-то короче придумал спасибо ему вставлять стало конечно проще браслет по ширине по моему стандартно если кому интересно могу сейчас линеечку приложить 19 миллиметров по линеечке надеюсь такие есть если что значит возьмем 20 запихаем мы русские народ умный браслетик держится зашибись но но он не на очень большую руку как вы видите то есть чтобы вот так вот было на моей руке замкнуть геморрой на ребенке будет самое то на девушке само собой можно замкнуть еще на меньший размер то есть на мой взгляд этот браслетик все-таки наверное больше на подрастающее поколение или на девушек рассчитан ну не знаю браслет часы кстати может быть я их обозвал может это часы неважно так сейчас изучим переднюю сторону но и с этим делом наверно завяжем вот теперь детальное изучение что стало с передом спустя время ой-ой-ой-ой куда улетает гасни то есть видите да грязюка в наличии оттираемость не стопроцентная ну то есть оля фубки хорошие нету явно если она вообще хоть какая-то есть стекло это или пластмасса я опять же не знаю потому что стучать и колоть я пока не хочу а иных методов определения я честно говоря не знаю вот сейчас у нас пертягу высохнет технически и видно что есть микроскопические царапины и очень много но на скорость они не влияют потому что при зажигании экрана вы видите да что ничего будет не видно потому что они на самом деле очень микроскопически это я камерой напоминаю наезжаю специально камера хорошая вблизи очень хорошо видит чтобы все это видели вот так вот вот такие вот они часики все больше я не знаю что о них рассказать позже только текстом наверно допишу объем аккумулятора но если у вас уже есть какие-то вопросы или вы хотите чтобы я сделаем какие-то тесты пишите под видео в комментариях ну и само собой если вам все это дело нравится с вас подписка я буду стараться чем больше народу тем больше было само собой стараться благо у нас youtube устроен так что чем больше народу тем больше и у меня бонусов за это поэтому и мне придется стараться чтобы восстановилась еще больше все всем пока удачи чав это была духа увидимся